Как такое вообще возможно? Не выходить из машины и заправить тачку? Всем привет, Савель, Зарубан. Сегодня рассмотрим новый сервис от Яндекса, который позволяет заправить автомобиль и оплатить ваше топливо, не выходя из машины. Сравнительно недавно появилась эта функция в Яндекс.Навигаторе. Суть в чем? Ехал я недавно куда-то по навигатору, как всегда, потому что пробочки, все дела, и увидел, что некоторые заправки подсвечены типа каким-то зеленым огоньком, и написано там рядом не мерзни, оплати бензин прямо из машины через навигатор. Мне стало интересно, я подумал, что за хрень, почему я до сих пор не пробовал, и сегодня мы, собственно, попробуем сделать это вместе с вами в этом видео. Я немножко залез в сам навигатор, посмотрел вообще, что к чему, ну и как это вообще все работает, то есть ты приезжаешь на заправку, которая поддерживает данный сервис, останавливаешься у колонки, выбираешь в навигаторе номер колонки, тип топлива и, ну, видимо, сумму или количество литров, не знаю, как это реализовано, итоговую сумму имеешь, и она, собственно говоря, при нажатии оплатить, замораживается на вашем счету, и после того, как вы заправляетесь, она оттуда списывается. Это сразу же исключает такой момент, что если вы, например, решили заправиться на полторы тысячи рублей, а бензина в бак влезла только на 1300, это значит, что 1300 после заправки у вас спишется, а 200 спокойно вернутся к вам обратно на счет. Очень удобная тема, сейчас единственное, что осталось мне сделать, это найти подходящую заправку на моем маршруте с возможностью данный сервис применить на практике. И в Питере, насколько я понял, пока что только одна сеть, эта сеть ПТК, использует данный сервис. Вот. И на ПТК я обычно никак не заправляюсь, но, блин, ради науки придется это сделать. Есть еще некоторые предостережения, в самом Яндекс.Навигаторе в часто задаваемых вопросах я читал, о том, что порядок действий какой должен быть. Значит, для начала вы должны подъехать к колонке, чтобы с нее уже уехал предыдущий пользователь, и начать оплачивать топливо только тогда. Естественно, вам нужно выбрать в навигаторе именно номер той колонки, у которой вы стоите, иначе вы рискуете оплатить топливо кого-то еще. Встали на свою колонку, ввели ее номер, выбрали тип топлива, который хотите заправить, выбрали сумму, нажали оплатить, и только после этого вы должны вставить пистолет в бак. Ну, или заправщик, в зависимости от того, как удобнее. Напишите, кстати, в комментариях, как вы обычно заправляете машину, сами или доверяете это заправщику. Я, если честно, не очень люблю заправщиков, ну, просто потому что, ну, обычно у меня нет с собой мелочи, мне даже дать им нечего, а просто, типа, заправь меня и ничего не дать, но тоже как-то, типа, неприлично. Вот, поэтому я всегда заправляю сам, мне как-то так удобнее. И, наверное, если этот сервис будет более распространен на других заправках, мне будет удобнее просто заправить машину самому и оплатить все из навигатора, как-то вот, наверное, так. Вот она наша заправка, 98-й стоит 52.10, 95-й не увидел сколько, ну и хрен ты с ним. Мы подъезжаем к заправке номер 2. Берем наш телефон, выбираем колонку номер 2, выбираем 98-й бензин, гулять так гулять, 500 рублей. Это где-то 9,6 литров. Выбираем и, собственно говоря, нажимаем кнопку оплатить. Какое-то соглашение продолжить. Убедитесь, что заправочный пистолет вставлен. Ну, пойдемте вставим пистолет. Вы не поверите, но заправка пошла. Вот мы видим там, как все это весело оплачивается. Все сработало. Единственное, ко мне никто не подошел. И вот от этой части сервиса мне, конечно, больно. Пойду вытащу пистолет обратно. Так, все, оправилось. В общем-то, вот и все веселье, вся процедура. Заводим машину и уезжаем отсюда к чертовой матери. То есть, как бы, какие плюсы? Плюсы в том, что можно далеко не отходить. Оплатил из машины, вставил, вынул, поехал дальше, как бы это ни звучало. Да, еще момент про способы оплаты. Вы можете оплатить, если, например, у вас iPhone, вы можете использовать для оплаты как Apple Pay, так и карточку, которая у вас привязана, например, к системе Яндекс.Деньги или любая другая карточка. Минус – это недоработки сервиса, такие, как отсутствие заправщика. То есть, в принципе, как бы хотелось бы, чтобы полностью услуга была такая вот, знаете, не выходя из машины. Как, знаете, как в MacAuto заехать, типа, мне такой-то бургер, вот тебе из окна, пожалуйста, прямо в тачку выдали твой заказ. А здесь, как бы, ну, такая, 50 на 50. То есть, вроде бы, да, но и как бы не до конца. То есть, в названии видео я указал, не выходя из машины, а в итоге мне пришлось все-таки выйти, и вот над этим Яндексу надо определенно поработать. Вот, в принципе, и все, наверное. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вы хотите, чтобы я попробовал еще какие-то новые сервисы с использованием различных технологий, обязательно пишите об этом в комментариях. С вами был Зарубан. Всем пока!